Добрый день, уважаемые телезрители, друзья, коллеги. Айдар Минемансурович, начнем с более приземлемых вещей. Сейчас на наших глазах произошло слияние нашего педагогического института с КФУ, он влился в состав. В связи с этим был ряд мнений, может быть, какого-то даже недопонимания этого слияния. Можете вы рассказать, что произошло в результате слияния, какие плюсы, какие минусы, какие возможности открылись, где выиграли, где проиграли? Спасибо за вопрос. Он действительно очень актуален. В последнее время, наблюдая за прессой, за телевизионными программами, можно заметить, что образованием интересуются все. И все компетентны в этой области, дают свой анализ, делают выводы. И иногда просто удивляешься, когда чувствуется, что люди, наверное, далеки от этой сферы, и их образовательный опыт во многом исчерпывается только воспитанием собственных детей, либо воспоминаниями о школьных и вузовских годах. И эти люди дают оценку тем событиям, тем преобразованиям, которые происходят в образовательной системе республики, страны. И я очень рад той возможности, которую я предоставил сегодня. Это первая для меня возможность высказать свою точку зрения. Безусловно, я никоим образом не претендую. Я бы хотел, чтобы телезрители поняли мою позицию. Все-таки я не претендую на какую-либо истину. Я говорю свою позицию. Но говорю ее как человек из этой области, как практик, который уже более 25 лет работает в педагогическом вузе. Я никогда не менял свое место работы. Я прошел путь от студента педагогического вуза, ассистента до ректора педагогического университета. И я наблюдал тот переход от советской системы подготовки учителей к переходной такой паре 90-х годов и к тем преобразованиям, которые происходят сегодня. Безусловно, такие мнения об ошибочности присоединения двух педагогических вузов нашей республики Татарского государственного гуманитарно-педагогического университета и Елабужского государственного педагогического университета КФУ, что произошло в 2011 году. Такие точки зрения, которые делают вывод только об ошибочности этого события, они существуют. То, что происходило с конца, особенно, 90-х годов и в первые десятилетия текущего столетия, это, конечно, был такой своеобразный переходный этап, связанный с многообразием государственных образовательных стандартов, затем федеральных государственных образовательных стандартов, которые создали определенный, наверное, хаос, непонимание, нестабильность в этой сфере. И то, что мы наблюдаем сейчас, попытку каким-то образом стабилизировать процесс подготовки учителей, стандартизировать, если это возможно, то это, я считаю, очень хорошее явление. Другая сторона проблемы заключается в том, что 90-е годы, тяжелые 90-е годы, это условия экономического кризиса, они очень пагубно отразились на российских вузах, особенно на педагогических, потому что они, наверное, стали самым слабым звеном в системе высшего образования. В результате, наверное, педагоги, работавшие именно в педагогических вузах, они в большей степени испытали вот те финансовые трудности, которые возникли. Были золушкой. Да, безусловно. И здесь, наверное, вот я имел опыт работы ректора педагогического университета, я видел, насколько сложен экономический механизм. И тот факт, который говорит о том, что материальное, техническое обеспечение учебного процесса практически не обновлялось, в ужасном состоянии находились здания, самой низкой по отрасли была заработная плата преподавателей, а это тоже фактор конкуренции, когда лучшие преподаватели уходили в другие вузы. Ряд других явлений, они были тем минусом, которые существовали в деятельности педагогических вузов. Отсюда и вытекала, наверное, в том числе проблема непривлекательности педагогической профессии. Но я бы хотел вернуться еще к тому вопросу, который вы задали первым. То есть, какие последствия имело присоединение вузов Казанскому федеральному университету? Во-первых, нужно четко понять, что история меняется. Страны уходят в прошлое, нет Советского Союза. И поэтому вот эти глобальные процессы, когда, наверное, кто-то и ностальгирует по бывшим педагогическим вузам, это, наверное, просто нормальная историческая закономерность, вызванная как раз-таки рядом причин, которые я пытался объяснить. Здесь, безусловно, мы должны понимать, что вузы стояли, наверное, стали, с одной стороны, ну, участниками очень большого эксперимента. Я прекрасно помню тот же самый 2011 год, когда была волна, связанная с непониманием, волна какого-то такого, может быть, очень такого, ну, незаметного протеста по поводу присоединения педагогических вузов. Потому что, с одной стороны, уходили традиции, но, с другой стороны, создавался очень мощный блок педагогический в составе федерального университета. И вот сейчас, отвечая на определенные, скажем так, слова оппонентов, по прошествии пяти лет я, как человек, работающий в этой системе, когда мне задают вопрос, хотел бы я вернуться ректором, независимым ректором в педагогический вуз, мне задают это мои коллеги в Москве, в Санкт-Петербурге, я говорю нет. Потому что вот здесь, в федеральном университете, педагогическое образование получило те ресурсы, которых до сих пор еще нет в педагогических вузах, потому что я общаюсь с ректорами, и все равно экономическое положение, а, знаете, ведь кто-то может сказать, что там, ну, воспитывают, там, может быть, не оборудование, воспитывают личности, это, безусловно, правильно. Но когда образовательный процесс идет не в очень хороших аудиториях, когда нет достаточного количества компьютеров, что очень важно, когда нет нормального доступа к различным электронным библиотекам, а это не очень дешевое тоже удовольствие, да, когда нет возможности для развития студента, для командировок преподавателя, для повышения, да, когда нет возможности платить достойную зарплату хорошему преподавателю, которого хотят спонить в другой вуз. Вот эти преимущества, да, они сейчас в Казанском федеральном университете стали просто-напросто очевидными. И когда объединился вуз, я хочу даже разграничить, есть два, на мой взгляд, позитивных момента. Первый, то, что ресурсы федерального университета они, безусловно, мощные, да, и ни одному педагогическому вузу страны даже лидерам к ним приблизиться невозможно, они стали служить процессу подготовки учителей. Это особенно важно в тех, наверное, ну, принципиально важных областях для нашей страны, как подготовка по естественно-научным дисциплинам. Подготовка учителей физики, химии, биологии, там, где очень важна лабораторная база. Гуманитарии это ощущают в меньшей степени. Вот к этим ресурсам мы получили возможность подключиться. И сейчас студенты-педагоги практически всегда обучаются в одних и тех же аудиториях, где готовятся классические физики, работают в тех же лабораториях. И самое главное, они воспринимают те самые современные веяния в науке, которые нужно нанести в школу. Но при этом могут возразить, потерялась методическая база тем, чем были сильны наши педагогические вузы. Этого тоже не произошло, так как преподаватели, преподававшие методику, они влились в этот процесс. То есть они просто-напросто никуда не исчезли. И вот за счет этого синергетического эффекта объединения потенциалов классического и педагогического вузов, если мы говорим о классическом, это сильная материальная база, это более квалифицированный кадровый состав, и преимущество педагогических вузов в методической подготовленности дали действительно хороший эффект. И я не хочу быть голословным, у нас есть статистические сведения, которые это подтверждают. Одно из них самых важных для любого человека — это средний балл поступающих абитуриентов на педагогические профили в Казанском федеральном университете. В последние годы Казанский федеральный университет по этому направлению традиционно входит в тройку ведущих вузов России. В этом году мы имели средний балл абитуриентов будущих педагогов 74. Это очень высокий балл. И я говорю вам, и я хочу донести ту информацию, которая происходит сейчас в реальной жизни, в стенах нашего университета. Ведь пытаются оппоненты говорить, что мы выпускаем плохих учителей, но мы еще выпускали тех в последние годы учителей, которые учились в педагогических вузах. А непосредственно выпускники новой модели, выпускники, обучавшиеся в новых условиях, они стали только-только приходить в школу. И вы представляете, какой спрос. И буквально вчера меня просто терроризировала директор одной из школ города Казани, умоляя дать ей учителя, потому что по ряду направлений учителей просто не хватает. И вот в результате средний балл у нас повысился. А какое следствие? Это как своеобразные, понимаете, как пазлы. Каждый тянет следующий. К нам приходят хорошие студенты. Уже 74 балла, это уже отличники. С другими образовательными потребностями, с другой базовой подготовкой. И в свою очередь я замечаю другой эффект, когда они ставят более высокие требования перед преподавателями. Преподаватель тоже должен подтягиваться до этой среды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин